Всем привет-привет! Хочу рассказать, что в этом году решила принять участие в Тайном Санте. Ранее никогда не участвовала в подобных мероприятиях. В этом году решила попробовать, что это такое и с чем это едят. Мне прислали адрес, фамилия, имя, отчество человека, которому я должна отправить подарок. В общем, сбилась с ног, честно скажу, потому как, ну откуда знаешь, что можно подарить незнакомому совершенно человеку. И сегодня и накануне перед этим дни были. Посетила множество магазинов, ларьков, как говорится. Также интернет-сайты пошерстила, в принципе. Ну вот, хотелось купить сразу, не через заказ, через интернет. Купить сразу, чтобы была возможность, допустим, в понедельник-вторник отправить, чтобы наверняка дошло. И так вот мой выбор пал на вот такую кружку. Мне кажется, достаточно нейтральный подарок. Символ года. Крыса, мышь. Вот такая очаровательная мордочка. Ушки, все прям сделано так по-настоящему. Здесь сзади вот такая надпись, так как у меня мужчина. Мужик не кот, молоко не пьет, в общем-то. Но я думаю, что кружка должна понравиться. Кружка на самом деле такая симпатичная. Керамика внутри. Вот тут все мордочка, все это сделано. Конечно, мыть ее за счет этого сложно. Но, тем не менее, кружка симпатичная. И я решила подарить, добавить еще в подарок вот такой магнит с видом Твери и с тверским певцом Михаилом Кругом. В общем, как символ Твери, но и также напоминание, чтобы человек знал, откуда ему пришел подарок. Также я на днях посетила Фикс Прайс. Увидала вот такие очаровательные конфетницы. Стоит всего 99 рублей. Конфетницы симпатичные. Как-то они были уже в магазине, но в другом дизайне. Тогда девушка покупала несколько штук, предполагаю, на подарки. Было это перед 8 марта. А сейчас у них вот такой новогодний дизайн. Желаем лучистого счастья, нескончаемого везения. С Новым Годом и Рождеством. То есть, в принципе, практически готовая упаковка. Эта цена убирается, так как это наклейка. В общем, сейчас посмотрим, какая это конфетница. Упаковано все хорошо, все идеально. Это крышка. И уже тут внутри конфетница. Вот такая конфетница на таких ножках. Ой, в общем, выглядит она в виде шара. Мне кажется, достаточно симпатичная, объемная. В общем, мне понравилась. Также в Фикс Прайсе приглядела вот такие фигурские мыши, как символ года. Симпатичные мышки. Тоже решила взять кому-то в подарок. Возможно, оставлю себе. В общем, посмотрим. И вот такие елочные игрушки, мышки. Керамические, маленькие, не более 5 сантиметров. Вот такие мышки. Взяла две штучки таких, повесить на елку. Еще сегодня я посетила магазин с индийскими товарами у нас в городе. И набрала вот таких благовоний, или как их правильно называют. В общем, набрала запах. Просто я когда зашла в магазин, там такой аромат. Это просто что-то бесподобное. В общем, и мне захотелось, чтобы у меня были тоже такие штучки. В общем, взяла несколько ароматов. Они совсем недорогие. Значит, и вот такую подставку для этих благовоний. Подставка, как меня убедили, из самой Индии. Ну, там действительно магазин индийских товаров. Подставка произведена в Индии. И ручная работа. Стоит она тоже недорого. Всего лишь 60 рублей. Вот это вот, предполагаю, медные, наверное, звездочки. И вот там солнышко. Возможно, медные, не знаю, блестят. В общем, а сейчас попробуем. Ну, вот лотус. Это я уже открывала их. В общем, вот лотус. Вот в таком пакете. Их тут несколько штук. Аромат идет даже через пакет. Я никогда вот подобным не пользовалась. И даже не представляю, как это вообще выглядит. Похоже, честно говоря, похоже на бенгальский огонь. Вот очень похоже на бенгальский огонь. Сказали, что вот устанавливается... Ой. Устанавливается в отверстие. Так, она специально, видите, вот это приподнято. Значит, установила я в отверстие. Аромат написано лотус. Но остальное все совершенно не на русском языке. Ну, вот лотос. Вот здесь только лотос. Вот. И больше на русском ничего нет. Поэтому написано Мумбаи. Значит, это тоже... Да, вот написано, произведено Мумбаи. Значит, это тоже сделано в Индии. В общем, посмотрим. Цветки лотоса нарисованы. Здесь Эверест. Я так понимаю, что свежий запах тоже открывала, смотрела. А вот здесь благовонные ароматические палочки. Индия. Бамбуковая основа, древесный уголь, ароматическое масло. Использовать с осторожностью. Людям с повышенной чувствительностью. Хранить в темном месте. Срок годности не ограничен при комнатной температуре. Далеко от открытого огня. Ну, у меня открытого огня, в принципе, нет. В общем, и вот такой сандал Роза. Здесь тоже... Здесь их меньше, потому что меньше упаковка. Пахнет аромат, то есть, идет даже через упаковку. В общем, я подготовилась, приготовила зажигалку. Итак, сейчас мы попробуем, как это вообще выглядит. В общем, она загорелась. Мне сказали ее потушить, и она будет тлеть. Ну, не знаю, наверное, мало я ее... А, нет, 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 она тлеет. Видите, светится, она тлеет, и пошел дым. В общем, я не знаю, что мне скажет муж по поводу этого дымовала. Его сейчас нет дома, поэтому я экспериментирую, пробую. И почему мне порекомендовали такую подставку? Видите, она длинная, и при тлении пепел будет подставить. Падать именно на нее. И, скажем так, ничего не будет. Были еще круглые подставки, но там вот эти ароматические палочки должны стоять вертикально. То есть, и пепел будет рассыпаться, скажем так, везде. В общем, она курица. Ой, какой аромат. Ой, какой аромат бесподобный. Ну, в общем, попробую. Сейчас подымлю немножко. До конца-то, наверное, не буду, потому что я не знаю, как это вообще будет. Я никогда подобным не пользовалась. Я вообще изначально думала, что они такие. Их в емкость ставишь и переворачиваешь. Я что-то думала, что они такие, эти палочки ароматические. А это курильня настоящая, что называется. Ну, в общем, пока подымлю. Так что, вот такие у меня новости. Такие покупки за последние дни. Всем пока-пока. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Ну, вот, в принципе, видно, что пепел падает вот именно на дощечку. На эту-то они по сторонам, значит, правильно мне девушки посоветовали. Такая дощечка стоит всего-навсего. Я не знаю, с чего она сделана. Всего-навсего 60 рублей. То есть, совсем недорого. Ну, и, в принципе, вот чисто. Не падает никуда этот пепел. К чему это может привести, не ясно. Ну, в общем-то, мне до этого этот магазинчик нравился. Хотелось что-то вот подобное приобрести. И давно хотела какие-то такие штучки, пахучки. Вот. Ну, не знаю. Пользоваться, возможно, буду только, когда мужа не будет дома. Боюсь, что ему это не понравится. Хотя, может быть, понравится. Не знаю. Посмотрим. Значит, я приобрела, вот, как я уже говорила, несколько упаковок. Получается три больших. И одну, там, я не знаю, сколько штук. Она маленькая. Я ее не открывала. Почули, лотос, лотос и эверест и вот сандал роза. Ну, в общем-то, пока мне нравится. Пока я довольна. Прикольная штука. Вот. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok